Итак, вопрос первый от Людмилы. У меня круглая спина и по среднему шву полтора сантиметра отвод по талии на практике мало. Все равно заломы. До скольки сантиметров можно взять отвод? Отвод можно взять до двух сантиметров и продолжать его ниже. Но кроме этого отвода, посмотрите, что еще нужно сделать, если у вас круглая спина. Карандашиком я нарисовала нашу обычную базу, которую вы строите. А красным фломастером нарисовала то изменение, которое должно быть. Итак, отведение по среднему шву 2 сантиметра. Но этого будет мало. Еще мы оформляем, обязательно делаем средний шов у таких фигурок. Поднимаем точку С1 выше на полтора сантиметра. Точку подняли. Переоформили горловинку. Ширину горловины в этом случае нужно обязательно не забывать увеличивать. Потому что когда округлая спина, вот в этом месте седьмой шейный позвонок имеет большую выпуклость и длина горловины значительно увеличивается. До полутора сантиметров доходит эта разница по сравнению с шириной горловины полочки. А ширина горловины полочки остается у нас неизменной. Именно вот в таком решении у нас будет все правильно. Вот то есть переоформили горловину. И посмотрите, с каким прогибом, с какой выпуклостью я оформляю вот эту верхнюю часть. А потом уже плавно схожу к линии талии. То есть вот такое вот оформление. Где-то я показывала в своих маленьких роликах на эту тему. Вот такое. Но лишний раз, я думаю, стоит напомнить, это будет совершенно не лишнее. Это то есть переоформление среднего шва спинки вот таким вот образом, который по сути дела копирует нашу форму нашего тела, если мы посмотрим на фигурку сбоку. Понимаете, то есть вся логика заключается именно в том качество нашей выкройки, что мы сумеем скопировать. Мы сумеем те особенности, которые есть у нас на фигурке, перенести аккуратненько на нашу плоскую вот эту вот основу, на бумагу или на ткань сразу. То есть первое это переоформление среднего шва, второе переоформление горловинки вместе со средним швом и третье это обязательно увеличение вот этой вот плечевой выточки. Потому что когда круглая спина, это как правило сутулость, это выпуклые лопатки и эта плечевая выточка должна быть значительно увеличена до трех с половиной сантиметров. А иногда в редких случаях и до четырех сантиметров доходит это увеличение для того, чтобы вот эта точечка оказалась на своем месте. И откладываете вы точку P2 уже после того, как сделали вот это отведение. Отведение сделали и от этой линии, от этой точки, от отведения уже откладываете, получаете точку P2, который идет как два радиуса. Один радиус это плечо плюс раствор увеличенной выточки и второй плюс посадка. А второй радиус это мерка высота плеча, косая переда. Вот если коротко, что можно ответить на этот вопрос. Причем вот эта выточка, она как правило немножко уменьшена и она тоже отводится немножко ближе к пройме. То есть не по серединке вот здесь располагается, а как во всех случаях, когда мы используем средний шов по спинке, талевую выточку мы двигаем ближе к пройме. Вот такие вот особенности нужно делать, когда мы работаем с круглой спиной. Я думаю, что если ответ не полный, пожалуйста, напишите мне, я его дополню. Так, у нас еще вопрос. Галина Леонидовна, это я задала вопрос по круглой спине, так как вот у меня по горловине на спине наоборот торчит излишек. Приходится забирать примерно один сантиметр. Так правильно этот излишек торчит? Значит, потому что вы оформляете вот это вот. Видите, у меня тоже будет торчать. Если я сделаю эту линию прямой, нужно наклонить вашу линию вглубь. Тогда этого излишка не будет вот в этом месте. И забрать побольше по линии талии. Продолжение следует...